Приход святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в молодом районе Белостока-Ботечки, где живет много молодых семей. Он опекает несколько отрестных школ. Атестованные церковью священнослужители в качестве катехизаторов, штатных учителей, преподают закон Божий ученикам православного вероисповедания в государственных учебных заведениях. Прежде всего, детей надо учить любить, убежден архиепископ Белостокский Игданский Иаков, и учить евангельскому пониманию любви, а не той трактовке этого чувства, которое часто можно увидеть на экранах телевизоров. И необходимо помнить о словах Иоанна Богослова. Если кто-то говорит, что милует Бога, а ближнего своего ненавидит, тот к вам, что есть. Кто говорит, что Бога любит, а ближнего своего ненавидит, тот лжец. Таким образом, отношения любви к Богу коренятся в любви к ближнему. Если любим ближнего, значит любим и Бога. Но и сегодня в практической жизни очень необходима взаимная любовь. Без взаимной любви невозможно строить надлежащим образом здоровое общество. Общество не будет здоровым, если отношения между людьми не будут основываться на любви. Должна быть любовь. Тогда не будет насилия. Тогда не будет войн. Тогда не будет разделений. Следовательно, мы должны бороться за любовь со всей силы. И примером для нас является святое сего дня. Настоятель храма, отец Мары Квавренюк, сообщил владыке и прихожанам, что в следующем году в приходе должно начаться строительство основного храма в честь Иоанна Богослова. Во временной церкви уже давно все не помещаются. Основываются новые регионы города, и каждый регион новый нуждается в храме, так чтобы совершалась правильная приходская жизнь. И как кажется, в практике это видно, что более правильная жизнь приходская развивается тогда, когда есть больше храмов. Поменьше храмов, но их больше. Потому что настоятель и священники из данного храма могут знать хорошо своих прихожан. Они их посещают на дому. Но когда есть слишком большой приход, тогда, конечно, всех не знают. Приход святого Иоанна Богослова в Белостоке, он выделен из самого большого прихода белостокского, свято-духовского. Появились новые жилые дома, появилось много семейств православных, и была нужда немножко выйти навстречу жителям этой территории. У нас подготовка документов вся. Ожидаем на разрешение на стройку храма Яна Богослова. Строится приходской центр, который вы видели. Подарком прихожанам к следующему престольному празднику может стать открытие приходского дома. Помимо торжественных мероприятий и конференций, здесь планируются воскресные встречи после литургии для всех желающих. Возможно, за приходской территорией на месте заросшего леска появится и место отдыха для всех горожан – бульвар святого Яна Теолога, апостола Иоанна Богослова. На бульваре будет обустроен амфитеатр для разного рода представлений и семейные зоны отдыха с развлечениями для детей. Архитекторы проекта, прихожане храма, надеются, что за него будут голосовать все жители Белостока, вне зависимости от вероисповедания. Голосовать можно на интернет-странице bialystok.pl, а также в нашей церкви и в специально предназначенных местах для голосования в Белостоке. Голоса принимаются до 25 октября. Более подробно о проекте бульвара в честь Яна Богослова в следующих информационных материалах Восточноевропейского бюро телеканала «Союз» из Белостока.